приветствую всех данное видео носит абсолютно развлекательный познавательный характер и повторять данный эксперимент категорически не рекомендую и предупреждаю если будете повторять то всю ответственность вы берете на себя сегодня мы проведем опыт с вот таким вот радиоуправляемым автомобилем правда управлять на его будем не по радио и двигаться он будет не от батареек а проверим мощность вот такой вот ракеты проверим способность ее двигателя двигать такую машину а заодно проверим опасность взрыва от вот такой вот боеголовки ну точнее фейерверка насколько сильно она может повредить машинку вот такую игрушечную и насколько быстро она сможет ее двигать ну что посмотрим приступим сделаем машинку конечно жалко но чего не сделаешь ради развлечения любимых зрителей и ради науки но пока машинку в сторону сейчас надо модернизировать ракету я избавлюсь от стабилизатора вот такого деревянного просто срежу вот эти вот бумажечки и отделю стабилизатор от ракетного двигателя и от боеголовки я называю эту часть боеголовкой потому что она действительно может нанести очень сильный ущерб вам или окружающим поэтому когда будете пользоваться фейерверками или проводить подобные эксперименты делайте их максимально безопасно а лучше вообще не делайте итак наша ракета подготовлена для установки на автомобиль я собираюсь ее смонтировать на крышу монтировать буду самым простым и надежным способом можно было конечно приклеить но лучше воспользуемся великим изобретением китайцев вот таким вот скотчем отматываем немного скотча и хотя автомобиль имеет некоторый вес я думаю что силы удержания с помощью этого скотча вполне хватит чтобы наша ракета не улетела с автомобиля а осталась закрепленной на нем желательно конечно постараться сделать все ровно чтобы наша ракета была отцентрована по продольной оси симметрии нашей машинки давайте посмотрим что у нас получилось ракета смонтирована на крыше но правда кривовато придется поправить вот теперь реактивный двигатель смонтирован на нашем автомобиле и можно приступать к испытаниям еще раз повторюсь испытание надо проводить в безлюдном месте у нас под владивостоком безлюдных мест вполне хватает особенно в ночное время мы наверное проедем на берега амурского залива и там на морском льду и снегу будем испытывать данный автомобиль но что будет смотрите дальше а а а Продолжение следует... Продолжение следует...